МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соглашение вступает в силу с 1 января. Как заявил глава организации, министр энергетики Катара Мухаммед Салих-Аль-Сада, с этого момента ежедневно будет добываться 32,5 миллиона баррелей нефти. Это на 1 миллион 200 тысяч баррелей меньше, чем сейчас. Рынок снова должен прийти к равновесию, подчеркнул министр. Россия, как передает издание, должна будет сократить объем добычи на 300 тысяч баррелей ежедневно. Одновременно со стремительным ростом цены на черное золото укрепили свои позиции как валюта, так и ценные бумаги стран-экспортеров. Как пишет автор публикации, эксперты сомневались прежде всего в достижимости соглашения между двумя важнейшими нефтедобытчиками в Саудовской Аравии и Ираном. Франция, живущая под лозунгом «Свобода, равенство, братство», гордится своими социальными завоеваниями, среди которых главные бесплатные системы здравоохранения и образования. Но оказывается, сегодня в этих бастионах Пятой Республики есть глубокие трещины, метафорично замечает телеканал «Евроньюз». Так, в международных рейтингах школ, опирающихся на результаты экзаменов, Франция скатывается все ниже. А недавние исследования, проведенные французскими экспертами, выявила опасную тенденцию. Местные школы, говорят они, углубляют социальное неравенство между учениками, вместо того, чтобы нивелировать его. Цитата. Франция знает о своих слабых местах и как минимум 30 лет пыталась реформировать систему обучения. Например, она создала категорию приоритетных школ, которые должны получать больше финансирования, рассказывает корреспондент «Евроньюз» Валерий Забриски. И поясняет, «Эти школы призваны работать с детьми из неблагополучных и бедных кварталов. В обществе, как показывают опросы, к таким школам сформировалось негативное отношение. Семьи со средним достатком избегают этих учреждений, а большинство учителей ни за какие надбавки к зарплате не согласны там работать. Это порождает сегрегацию и неравенство», подчеркивает журналистка. В Южноафриканской республике начались клинические испытания вакцины от вируса иммунодефицита человека. Речь идет о разработке специалистов японской фармацевтической компании «Токеда». Как поясняет издание «Джипен Таймс», новый препарат, ранее успешно протестированный на обезьянах, может лечь в основу функционального лекарства от ВИЧ для человека. Отдельные испытания на добровольцах проводятся и в США. Цитата. «Информацию о тестах я нашел в интернете. Я прочел множество разных статей, в которых говорилось о создании лекарства или вакцины против ВИЧ и почувствовал необходимость сделать что-то, чтобы помочь», — говорит один из добровольцев. В соответствии с предварительными исследованиями, эффективность предотвращения инфицирования ВИЧ после курса прививок составила более 30%. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает такие результаты многообещающими. Он говорит, что эти данные помогут определить, насколько эффективным является средство. И пока нет четких результатов, к прогнозам стоит относиться сдержанным. Но все же, по словам ученого, успехи, достигнутые в лечении, профилактики и первичные профилактики являются одними из самых значимых достижений в области науки, которые только можно припомнить. В ЮАР, где ВИЧ каждый день заражаются около тысячи человек, вакцинации подвергнутся более пяти тысяч неинфицированных мужчин и женщин. Результаты исследования, как ожидается, будут получены в 2020 году. К строительству полноразмерные копии Титаника приступили в Китае. Как пишет издание South China Morning Post, цель аттракциона — воссоздать атмосферу роковой поездки. Возведение копии знаменитого круизного лайнера стартовало 30 ноября. Закончить работу планируют в 2017 году. Однако китайское правительство считает, процесс может затянуться как минимум на два с половиной года. Воспроизведение корабля и его интерьеров обойдется в 145 миллионов долларов, тогда как фильм Джеймса Кэмерона о крушении судна в свое время стоил 200 миллионов долларов. Приводит интересный факт газета. Предполагается, что новая версия Титаника станет привлекательным центром туризма. Цитата. Посетители корабля смогут поучаствовать в костюмированных вечеринках, поужинать точно теми же блюдами, что и пассажиры реального судна около сотни лет назад, а также пережить некоторые ужасы крушения, говорится в статье. Предполагается, что самый дешевый билет в это подобие парка развлечений будет стоить около 435 долларов. Создатели проекта отмечают, что не будут воспроизводить «Титаник» досконально, однако все основные помещения корабля будут создаваться с уважением к истории. Субтитры создавал DimaTorzok